Дай почитать. Его первая книга «Самый красивый конь» 1978 года принесла автору известность. Была экранизирована и переведена на 18 языков. «Пирожное для Пушкина» написано в 2018 году. Это книга о чудесном, но несчастном мальчике Кеше. Он живет в Санкт-Петербурге со своей мамой и бабушкой Сандрой. Они очень любят его, но воспитывают исключительно в женском варианте. Собак и кошек нельзя, в доме будет грязь. Это не делай, туда не смотри, туда не ходи. Нет, Кеша тоже их любит. У него есть друзья Пышка и Димка, есть мечта о собаке. Он учится в музыкальной школе, посещает тренировки. И вот однажды Кеша знакомится с удивительным человеком. В прошлом он был пограничником, а сейчас он просто потрясающий дедушка девочки Кати. А она сразу предупреждает Кешу «Не лепись к моему дедушке, это мой дедушка». А Кеша уже попал под его обаяние. В этой повести, состоящей из восьми глав, есть все – и грусть, и смех, и поучение. Но все же эти главы пронзительны и искренния о самом главном – о том, что у человека должен быть друг. О добре, о дружбе, о духовном и нравственном родстве. Об этом писатель говорит так душевно, так мудро и так доходчиво, что попадает в самое сердце читателя и шестилетнего, и шестидесятилетнего. Еще здесь все время присутствует неописуемая атмосфера Петербурга. Кстати, сам писатель родился в Ленинграде. Есть здесь и Эрмитаж, и летний сад, и памятник Крылову. А главное, дедушка ведет Катю в кондитерскую Волфа и Беранже, отмечать день рождения Пушкина. Он поможет выбрать и купить ей соответствующий случаю наряд. Расскажет о русском гении и о Катиной бабушке, о том, как советская армия освободила город Пушкин от немцев. Никакой пепси, пирожные, кофе и какао. Одно дедушке, другое внучке, а третье, конечно же, Александру Сергеевичу Пушкину. Так продолжается семейная традиция. В день рождения великого поэта в кондитерской вспоминать его в семейном кругу. Да, и у Кеши-таки будет собака. А как же иначе? Добро всегда побеждает. 6+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!